Порой мы ошибаемся, когда видим на экране закадычных подруг, думая, что они и в жизни прекрасно ладят. Но не всегда это оказывается правдой. Многие звезды просто ненавидят друг друга и стараются в любой удобный момент побольше уколоть соперницу в соцсети или на публике. Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон, Ким Кэтрол и Сара Джессика Паркер и другие представительницы Голливуда вряд ли когда-нибудь смогут найти общий язык. Давайте разбираться, что же стало причиной разлада артистов. Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон. Тихая вражда между Анджелиной Джоли и Дженнифер Энистон длится уже более 10 лет. Хотя причина конфликта Брэд Питт уже в разряде бывших для них обеих. Отношения известных актрис испортились, когда Питт бросил Энистон после 5 лет брака ради Джоли. Накал страстей случился, когда Энджи нашла в телефоне своего возлюбленного переписку с бывшей женой. Зарыть топор войны у них не получилось даже сегодня. Ким Кэтрол и Сара Джессика Паркер. Актрисы, сыгравшие главные роли в «Секс в большом городе», Ким Кэтрол и Сара Джессика Паркер недолюбливают друг друга еще со времен съемок второго сезона. Их отношения ухудшились, когда Кэтрол не захотела играть роль свободной женщины Нью-Йорка. Прочитав сценарий и узнав о трагической судьбе мистера Бига. Ким побоялась, что ее роль будет неуместна в сюжете нового сезона. Алиса Милана и Шеннен Дойрти. Еще две коллеги по цеху звезды сериала «Зачарованные» внезапно объявили о вражде. Известно, что несмотря на то, что Алиса Милана долгое время дружила с Шеннен Дойрти, а однажды она перестала даже здороваться со своей экранной сестрой. Актрисы сквозь зубы обменивались колкостями на съемочной площадке, пока Дойрти не ушла после третьего сезона. Именно их разлад стал основной причиной того, что Шеннен не продолжала сниматься в «Зачарованных». Тейлор Свист и Кэти Перри. Эти две певицы тоже были в свое время лучшими подругами, пока в 2014 году их отношения резко не испортились. Свист даже посвятила свой альбом вражде с Кэти и объяснила причину их конфликта. Как оказалось, подружки поссорились из-за высокой конкуренции. В то время обе звезды были на пике своей карьеры. Перри даже пыталась переманить нескольких музыкантов из команды Тейлор Свист. По слухам, певицы помирились. Кэти отправила в гримёрку своей подруги письмо с извинениями и оливковую вещь. Символ мира. Мадонна и Гвинет Пелтроу. Певицу Мадонну и актрису Гвинет Пелтроу долгое время связывали теплые отношения. Они даже называли друг друга сестрами, пока просто не перестали разговаривать друг с другом. Таблоиды писали о разных причинах их раздора. Однако основной мотив называют ревность и зависть Гвинет. А с вами была Сплетница. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Впереди вас ждёт ещё очень много интересных новостей.